Привет, мои дорогие друзья! С вами Кристина. Добро пожаловать на мой канал. Конечно же, начало февраля обозначает первое видео после баночки. Сегодня покажу, что у меня закончилось. Если интересно, обязательно оставайтесь. Приятного просмотра! Не забудьте подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. Заходите в мои социальные сети, ссылки на них будут под видео. Жду вас на Косметисте, Телеграм-канале и группе ВКонтакте. Начнем с ухода за домом. Первое это средство для мдя посуды. Я уже заменила на точно такое же, потому что оно мне очень нравится. У него достаточно легкий, приятный, ненавязчивый аромат. Это Синергетик, антибактериальный гель для посуды с алоэ вера. Он полупрозрачный, отлично пенится и очищает посуду. Мне нравится, что он биоразлагаемый, промывает все степени жира. Очень хорошее, есть много разных вариаций. Это и антибактериальное мыло, обычное жидкое мыло. Именно средства для мдя посуды. Все они хороши, и я их очень люблю. И это мои фавориты именно в уходе за посудой. Присмотритесь, алоэ вера. Если любите аромат, то вам понравится. Оно достаточно экономичное. Не хуже ферри работает, но состав намного лучше. 500 мл использую где-то 2-3 месяца. Мне кажется, это очень хорошее вложение. Хочу показать вам концентрат, который у меня был в наборе Duty Box. Это мыло-пенка для рук. Я специально оставила здесь его немного, чтобы вы видели. Я вам как-то уже показывала флакон с помпой и 4 разных концентрата. В этот раз я выбрала коричневый, вот такого он цвета. Концентрат 50 мл, и он разводится в 450 мл воды в специальный помп. Пенка душистая. Мне показалось аромат и ловость смолы. Богатый, очень красивый. Пенка мелкозернистая, отлично очищает ручки. Обожаю мыть. Очень люблю после улицы мыть именно этим мылом руки. В течение дня, в принципе, не сушит кожу. Хороший продукт. Могу вам советовать, если вы какой-нибудь эко-продвиженец, то обратите свое внимание. Ну или просто любите что-то экологичное, интересное. Мне кажется, на Озон и на Валперис можно найти целый набор. Также два продукта. Шампунь от Прелесть. Я рассказывала вам про кондиционер в прошлом видео. Ссылка на него будет под роликом. В принципе, эта линейка ламинирования для нормальных и лишенных блесков волос меня не зацепила. Может быть, что-то другое мне бы подошло, но обычное очищение, поскольку линейка идет без СЛС, то для меня очищение было немного слабоватым. Я уже много раз рассказывала, по какой схеме использовала без СЛС-ные шампуни и СЛС-ные. Так что оставайтесь на моем канале, чтобы не пропускать интересные ролики и классные лайфхаки. Удобная широкая помпа. Ненавязчивый приятный косметический цветочный аромат. Здесь 600 мл. Стоил он в районе 400 рублей. Может, можно найти дешевле. Я вот за такую цену нашла. В целом неплохой, но я бы больше не повторила. То есть желаний такого не возникает. Второе средство – это филлер капсулы для волос. От компании Einlib Beauty. Вроде так. Ампула LULU. Может, это линейка, может, это под линейкой. Не знаю. Здесь 13 мл. Черный пластиковый флакон. И у него здесь нет никакого дозатора. Прямо так все выливаешь. Мне показалось, что он будет такой же, как CP1 или LADOR. Что нужно разводить с водой. Наводить там. Гольше мыть голову. А потом оставлять его. Усыпка после салона. Шикарный, приятный. Но его нужно наносить вот прямо из капсулы. Не заметила вау-эффекта. Мне он не понравился. Поэтому даже не закончила. Вот один раз. Использовала здесь на 3 раза. Такой капсулы хватает. Ампулы точнее. В уходе за телом у меня только дезодорант. Который я так и не закончила. Это дионика. В виде спрея. Зеленая линейка. Розовая. Ничего такая. И фиолетовая. Причем я в солярии использовала именно... После солярия использовала именно спрей. Мне очень нравилось. Он как-то зеленым у нас не заладил. Смешится этот аромат запахом пота. Не особо защищает. Мне не понравилось. Никаких 48 часов защиты вообще речи быть не может. Распиление хорошее. Но мне лично не подошел. Больше не повторюсь. Сейчас у меня не вея в стекле. И мне нравится намного больше. Уход за лицом. Кстати, тоже очень мало банок у меня в этом месяце. Во-первых, это тканевые маски. Их две. Обе дарили мне на Новый год. Вот эти я пробовала уже все. От вот этой марки. Сейчас я видела в магнит косметика. Не по акции по 80, по 70 рублей. Очень классная корейская тканевая маска. С замечательным лекалом. Она белая, с золотыми узорами. Классно и смотрится, и работает на лице. Кожа потом мягкая, гладкая, эластичная. Мне безумно понравилось. Могу вам рекомендовать. Однозначно мой фаворит зимы. Потому что это открытие зимы. И у меня очень много этих масок. А вот это тоже, мне кажется, фаворит на века. Мансап. Известно распространенная марка. Ее можно купить даже в сети Монетка. Доступная цена. Очень классное увлажнение. Хорошие ухаживающие свойства у маски. И она представлена в разных вообще направлениях. Там есть и кокосовая увлажняющая, и какая-то смягчающая. Авокадо, лаванда, вот гранат. Гранат мне очень понравилась. Это антиоксидантная, передающая сияние маска. Действительно, это так работает. И могу вам ее рекомендовать. Кстати, в Монетке, мне кажется, она намного дешевле, чем в Парфюм Лидере или в Магнит Косметик. Еще закончились у меня патчи, которые я покупала на Wildberries. С моим знанием английского я даже не произнесу эту фирму. Вы все видите. Здесь такая достаточно дешевая пластиковая баночка. Она хрупкая. Мне кажется, если ее уронить, расколется надвое запросто. В комплекте прозрачная ложечка, разделитель. Вообще, в принципе, могу вам оставить... Вообще, в принципе, могу вам оставить отзыв. Там все с фото, до, после. Подробно сфотографирована упаковка. Почитайте, зайдите. Ссылка будет под видео. Патчи неплохие, тонкие. Если вы любите именно тонкие, как я, то вам очень понравятся. Но они хрупкие. Можно повредить, когда достаете, когда наносите под глаза. Не скажу, что наравне с патчами, которые я брала в Profum Leader за тысячу. Например, другие. Не помню уже, но я много пробовала разных. Те намного лучше. Они тонкие, но они прочные. Эти тонкие, которые могут порваться и немножко пощипывать сначала кожу. Поэтому я больше не повторю. Они бюджетные рублей 300 стоят. Лучше буду про те, что более качественные. Уход за зубами. Как я вам и обещала, паста от Splat. В прошлом видео я вам про нее рассказывала, что купила. Это комплексный уход и длительное свежее дыхание. Хорошая паста. Чуть более ядерная, чем обычный комплексный уход. Чем голубая, розовая версия. Хорошо очищает. Здесь, кстати, 80 мл. Мне кажется, раньше было больше. А может и нет. Брала Fixed Price. Может там объем меньше. Широкое горлышко. Очень удобное использование. Классно очищает. Хорошо. Не до скрипа. Но хорошо очищает. Мне понравилось. Могу вам рекомендовать. В районе 150 рублей. Да и сейчас такие пасты. Уходьте за губами. Закончился только бальзам для губ. От Пархатные губки. Кстати, тоже из магазина Fixed Price. Фирма называется Fito Cosmetic. Линейка Пархатные губки. Правильнее так сказать. Он был с ароматом спелого банана. Это детская... Вот у меня в детстве были гигиенические помады. Один в один. Прекрасное смягчение. Отличная защита в непогоду. А также хорошее увлажнение. Очень мне нравится. Я обязательно повторю. Я обожаю такие бальзамы. Гигиенические помады. Перейдем к декоративной косметике. Здесь я немножко проредила свои средства. Хочу показать то, что я не использую долгое время. Это просто лежит, занимает место. Ну, конечно, два моих фаворита здесь тоже будут. Они закончились. Закончилась и уже у меня давно в использовании новая. Это тушь для бровей от Vivienne Sabo Pro Atelier. Очень удобная тонкая кисточка, которая прорисовывает брови замечательно. Выглядят они не хуже, чем после окраски у меня. Вот на данный момент я накрасила брови только этой тушью. Хорошо фиксирует, легко расчесывает и укладывает их. Мне очень нравится. Я для себя, для своего такого темного блонда беру 0, второй оттенок. 0, первый для меня, мне кажется, будет очень уж светловат. Можно найти по акции. В принципе, стоит 350 рублей по акции. Где-то, может, 290-250 можно найти. Люблю, не могу. Рассказывала про эту тушь уже много раз, что это мой фаворит. И останется пока ближайшим будущим фаворитом. Также мой фаворит, это крем Альянс Перфект от L'Oreal. У меня закончилась из линейки Совершенное Сияние, тональная основа. Это с таким микро-микро шеймером золотого цвета. Хорошо смотрится. Это не бросается в глаза при дневном свете. Может, только если подсвечиваться софитами где-то на вечеринке или в ресторане. Будет видно, но это очень деликатно и красиво. Здесь удобный дозатор, красивый оттенок. Я выбрала себе в этот раз Golden Ivory 1D, 1V. Но в этот раз как-то быстро у меня закончилось. Мне кажется, месяца полтора прошло. Не ежедневного использования, но что поделать, обязательно повторю. Но классическую линейку хотелось бы повторить. Эту как-то я взяла и не обратила внимания, что это именно сия. Восветляющая версия. Но имеет место быть. Мне понравился. Ничуть не хуже оригинального. Теперь, что я проредила. Kiki Matte. Это консилер от компании Kiki. Достаточно неплохой, очень легкий, высветляющий продукт. Не перекройте глубокие синяки под глазами, мешки под глазами. Но придадите такое мягкое сияние своей коже, свечение. Которую как-нибудь не тянется. Обстоящее время не использую консилеры. Долго стоит у меня. 0,1 оттенок. У меня, кстати, отдельный обзор был на эту косметику. Вроде осталось здесь немного. Хорошее, имеет место быть. Могу рекомендовать. В свое время очень он мне нравился. Выбрасываю свои крохи. Которые я бережно хранила от The Balm Mary Luminizer. Оттенок у меня, по-моему, самый классический. Здесь 8,5 грамм чудесного, очень нежного, красивого сияния хайлайтера. Обожаю. Это тоже был долго моим фаворитом. Но я его больше теперь просто храню как зенит сок. И не использую. Он раскрошился абсолютно весь. Кстати, здесь в упаковке удобнейшее зеркало на всю крышку. И оно не искажает. Видите, у меня здесь одни крошки остались. Надоело прибирать эти крошки. Поэтому я решила, что выброшу его. И буду использовать сейчас эстрад. Мне очень нравится. И вот как использовала, так и буду использовать, пока не закончится. Или не найду что-то более стоящее. А также еще один хайлайтер от компании KIKI. Он уже просрочился 100 лет назад. У него знаете, какой срок годности? До 05.21. На дворе 23 год. И он у меня с 2018 года. В свое время очень любила. Достаточно бюджетный продукт был когда-то. Сейчас эту палетку можно купить, мне кажется, за 300 рублей. Но можно чуть-чуть добавить и купить крутейшую палетку от Эстрад. Я повторять не буду. Здесь есть кисточка, которая в полевых условиях, конечно же, накраситься можно. Тоже у меня, кстати, есть обзор на косметистину. Это средства отдельно. Я вам обязательно оставлю. Дешевая упаковка. Но продукт рабочий, хороший, бюджетный. Может, по акциям можно найти и удастся. Но я не буду повторять. У меня есть более классный продукт. На сегодня это все. Я надеюсь, ролик вам был полезен и интересен. Вы для себя нашли что-то нужное в нем. С вами была Кристина. Хорошего вам настроения. Не болейте. Как вы поняли, немножко приболела. Но не могу оставить вас без видео на этой неделе. Хорошего настроения. Чаще улыбайтесь. И всем до скорых встреч.